В Америке действительно есть лучшие, но вот, кстати, по поводу аналогов в России, у которых можно учиться, ну, наверное, есть в чем-то, да, но сейчас мы как раз на эту тему с Сашей поговорим уже с Сашей Усольцевым. Саш, ты на связи? Да, я подключаюсь, меня слышат. Да, тебя слышно, скажи мне, пожалуйста, ты все уже, есть паник? Нет, самое классное, что я услышал, и, честно говоря, наверное, за последние три года, когда я рассказываю про Соединенные Штаты, сложнее всего для меня убедить людей в том, что рынки очень похожи. Саша об этом очень классно и сказал, о том, что рынки сами по себе похожи, и я надеюсь, что это дополнительное мнение, которое показывает, что глобально, если рынки похожи, то и методологии, которые применяются, их можно применить и на нашем рынке, это очень важно, потому что мне все время рассказывали про то, что менталитет другой, другое благосостояние и так далее, и так далее, и так далее. В общем, чего там только не было. Я на протяжении уже шести лет рассказываю, что российский рынок наиболее похож на американский, в меньшей степени на европейский, и тоже постоянно есть сомнения. Но, правда, люди, которые съездили в Штаты, свое мнение меняют. По поводу того, что учиться у лучших, ну, так очевидно, но никто к худшему не ездит. Слушай, ты прав, здесь, на самом деле, по поводу его тезиса, на тему учиться у лучших и на тему fake it till you make it, это действительно такой стартаперский сленг, он больше, на самом деле, каким образом работает. Да и, в принципе, мы его используем. Если взять эти компании российские, я думаю, что ребята, которые здесь в том числе являются спонсорами этого ивента и поддерживают твой ивент, очень много того, что мы рассказываем дилерам на конференциях, в том числе на твоей, оно на момент рассказа еще не существует, ну, по большому счету, нахитивление функционала. Или существует, но наполовину, в хорошем смысле. Хорошо, давай так, чтобы не обижать айтишников, я тебе могу сказать так, что большинство выступлений на конференции... Врунов. Извини, я пропадал ты. Большинство конференций, выступлений... Большинство выступлений дилеров на конференциях – это тоже конкурс врунов. Ну, на самом деле, здесь, если брать, на самом деле, подход, подход с точки зрения айтишной, айтишная, это, на самом деле, он поглубже, это customer development, это что такое? Это значит, что когда мы рассказываем о том, что мы хотим сделать, нам правильно корректируют наш образ будущего обратной связью. То есть, по сути дела, говорят, ребят, это все круто, но нам не вот это надо, на самом деле. И с этой точки зрения, это просто подход к исследованию клиента, к разработке и так далее. И каждый раз мы чуть-чуть на квартальчик дальше забегаем, чем мы на самом деле находимся. Это не штукой, которой вообще еще нет и не будет. Первый раз я про терминалы самообслуживания, например, которые мы сейчас запустили, рассказал, по-моему, полгода назад. Первый из них встал полноценно месяц назад сейчас в тестировании. Значит ли это, что мы кого-то обманули? Нет. Мы просто пытались адаптировать продукт к рынку заранее. К чему это все? К тому, что у ребят из Соединенных Штатах действительно тоже есть такая практика. Но если говорить про дилеров, то почему мы учимся у лучших? Потому что… И чем рынок отличается? Тем, что там вот эта разница между средним и самым лучшим, она каким-то образом настолько существенно, на мой взгляд, большая. Я не до конца с Сашей согласен на тему карвана, что они чуть-чуть лучше, они качественно по-другому делают опыт. Но она настолько, соответственно, большая, что за вот этим главным или лучшим практикой тянется только так называемые, тоже говоря, языком таким стартаперским, юрли-адоптеры. То есть это ранние последователи. И, соответственно, дилеров, которые вот этими ранними последователями являются, их действительно немного. Вот мы сейчас с тобой будем смотреть, я буду называть… Прости, я тебя перебью, ты просто поскольку про карвану заговорил, я немножко вперед забегу. Я в конце покажу, как финансисты смотрят на автобизнес, разные его сегменты. Так вот, карвана, которая пять лет назад, над ней все смеялись, в том числе мы немножко с тобой подстебывались. Сейчас, в этом году, получается, судя по первым двум кварталам, продаст 400 тысяч машин. Да, да. А 400 тысяч машин пять лет назад ребята только начали. Они стали номер два на рынке после CarMax. И говорят, что станут номер один уже к концу следующего года. Я, кстати… Если CarMax не будет усиливать свое онлайн присутствие, но об этом тоже поговорим в конце. В общем, давай тогда тебе слово. Да, я обещаю в рамках своего выступления, помимо всего прочего, чтобы приземлять на правильное количество, рассказывать в том числе, сколько дилерских центров реально этой темой пользуются, чтобы у слушателей сложилось правильное впечатление о проникновении технологий. Но, повторюсь, самое классное, я благодарен, Саше, сегодня за это вступление, это тезис о том, что особенно тот человек, который там уже существенное время живет, который говорит, что реально рынки сильно-сильно-сильно похожи, и все, что здесь есть, его, по крайней мере, так или иначе можно брать и транслировать туда, это самый лучший тезис, который мог быть вступлением, честно тебе скажу. Итак, я включаю презентацию. Секунду. Видно ли экран презентации, Олег? Да, видно. Да. Назвал я презентацию свою, и мы с Олегом будем ее обсуждать по кусочкам после каждого этапа и рассказа. Назвал я ее «Вот это вот все». Почему? Потому что обычно вот такая вот реакция идет часто от многих наших среднестатистических, в том числе дилеров, о том, что вот это вот все нам не надо, оно оттуда, оно ихнее, в хорошем смысле я эти слова говорю, и оно, соответственно, все про будущее, а не про сегодняшний день. О чем мы сегодня поговорим? Будет пять блоков, кто на самом деле является нашим конкурентом. Первый блок, второй блок. Технология единого окна, или one-person технология. И на самом деле она является новым трендом, новой модой, которая станет абсолютным стандартом. Это такая идиома, the new black у наших зарубежных коллег. Что есть наименьший общий знаменатель? Тема вообще, которая у нас пока ни разу не поднималась. Тема по строительству завода, по производству автомобилей с пробегом. Это вообще термин, который, наверное, на нашем рынке никогда не звучал, но это термин, который мне понравился. Это история о том, как этот завод можно построить. Ну и карваны, и вот это вот все. Этим мы с Олегом завершим для того, чтобы посмотреть, насколько действительно опыт отличается. Начнем мы, ну и в принципе, мы не то, что начнем. Мы, пожалуй, можно сказать, что мы начинаем, заканчиваем, продолжаем. Это Брайан Бенстер, тот самый, который прозвучал у Александра, как определенная ссылка на тему того, что у нас такие тоже есть. Ну вот ребята, которые были с нами на встрече, наверное, могут поделиться кулуарно. Я думаю, некоторые лица вы здесь узнаете. А действительно, есть ли у нас такие. В целом, наверное, встреча существенно потрясла большую, если не абсолютную часть нашей группы. Извините, секунду. Экран обратно появился? Да, у меня есть. Да, да. У меня вылетал просто из-за того, что звонок пошел. Да, соответственно, потрясла абсолютную часть нашей группы. Брайан является собственником, миноритарным вице-президентом компании Paragon Honda. Дилерские центры маленькие по размеру, которые имеют невероятную эффективность по, соответственно, доходности с квадратного метра, потому что при своих площадях за счет технологий и за счет автоматизации выдают более тысячи автомобилей ежемесячно, новых и с пробегом. Являются абсолютным лидером Северной Америки по продажам Хонды и новых, и поддержанных. И являются лидером в мире по продажам поддержанных автомобилей, сертифицированных в мире. Поэтому кажется, что у такого лидера стоит поучиться. Почему он не fake it till you make it? Потому что результаты, которые у него есть... А мы, по большому счету, сегодня, наверное, за исключением Caravan остановимся на результатах его, потому что результаты, которые у него есть, они зафиксированы hard data, то есть настоящей информацией реальных цифр продаж, потому что подделать он их перед дистрибьютором Хонда не может, подделать их перед рынком на тему аналитики не может, подделать данные, соответственно, своей финансовой отчетности. Наверное, каким-то образом в теории это и возможно, но кажется, что за три года никто не смог ему в этом уличить. А потом посмотрим на его примере, и начнем мы, безусловно, с самого главного тезиса, который он использует, пожалуй, вводное, почему он это делает, и на тему того, почему за ним стоит смотреть, потому что он говорит о том, что опыт, с которым мы соревнуемся, покупательский опыт, за всю историю человечества не был лучше, и соревнуемся мы не с покупательским опытом наших коллег-конкурентов, о которых Саша как раз и сказал о том, что иногда средний дилерский центр по стране, он будет, пожалуй, менее конкурентным, чем средний дилерский центр, здесь только одна пометка, в центральной части России, по моим впечатлениям. То есть, если взять центральную часть России, если сравнить дилерские центры, среднестатистические Соединенных Штатов и среднестатистические именно среди наших регионов, лидеров по клиентскому сервису, то, скорее всего, да, мы вполне сумеем со средним конкурировать. Другое дело, умеем ли мы конкурировать с самым лучшим, потому что их самые лучшие конкурируют не со среднестатистическим, их самый лучший, тот же Paragon Honda, ставит себе задачу конкурировать с IT-гигантами. В нашем случае, чтобы перенести, это Яндекс, Озон, Сбер, то есть это конкуренция за покупательский опыт с точки зрения двух вещей. Первая вещь – это совместный контроль и предоставление потребителю совместного контроля за ведением сделки и за получением услуги сервисного обслуживания. Что же такое совместный контроль? Проще всего вам… Проще всего они объясняют следующие истории. Если раньше вы заказывали такси, и заказывая такси, вам нужно было делать звонок, после чего ждать обратный звонок давным-давно, потом смс-ки с какими-то статусами, как промежуточный этап, и в конце концов у нас появился Яндекс, который и альтернативные компании, которые так или иначе стали новым стандартом покупательского опыта, где я не только вижу, какой автомобиль и какая оценка у водителя, где я вижу, где он принял заказ, сколько минут осталось, где я вижу его маршрут, где я вижу, когда он ко мне приедет. Почему это так важно на самом деле? Потому что если вы сравните свой опыт в Яндекс.Такси, где есть полный совместный контроль, в том числе вплоть до, соответственно, чаевых и оценки в конце поездки, и сравните его с тем, как вам раньше приходилось набирать… Я не знаю, у меня в Египетеринбурге было три десятки. Я думаю, что все помнят еще эти номера, которые мы помнили наизусть. Все помнят, что сначала нужно было просто ждать звонка, и непонятно, когда машина приедет, через сколько минут, как она приедет. То же самое с заказом еды. Вспомните, что раньше вам приходилось узнавать, где едет ваша пицца, если она задерживалась больше, чем на 30 минут. Сейчас вы в приложении видите, где идет курьер. Так вот, совместный контроль и опыт покупательский в части потребительских сервисов от питания до транспорта – это тот опыт, который сегодня потребитель так или иначе ожидает от нас. От нас, когда мы гораздо более закостенелые, и каждый раз задавая вопрос дилерам на тему того, а сумели мы построить тот же самый… Сложно ли построить потребительский опыт подобный в сервисе? Я получаю ответ, что нет, после чего я прошу поделиться, у кого это получилось сделать, и чаще всего я не вижу ни одной руки. И на вопрос, а если это так просто, и это действительно удобно, то почему мы не делаем подобную историю со статусами ремонта, с прозрачным расширением заказнаряда и с прочими вещами в сервисе? Ну, есть вопросики, наверное, к нам самим, потому что конкурируем мы между собой, между среднестатистическими собой. Так вот, если мы будем продолжать конкурировать между среднестатистическими собой, а не смотреть на лидеров рынка, которые конкурируют с лучшими практиками, то, скорее всего, лидерство и конкурентные преимущества мы получить не сможем. Это не значит, что мы не заработаем денег, это значит, что мы заработаем их меньше, чем можем зарабатывать, и на примере Брайана мы сейчас посмотрим, как он это делает. Ну и второе – это удобство, все это рождает удобство, и понятно, что это вторая важная черта тех сервисов, с которыми мы конкурируем. Приношу извинения. Все ненужные, сократить количество времени и усилий, которые клиент тратит на получение услуги, исключить все ненужные шаги и с точки зрения своих сотрудников, и с точки зрения клиентского сервиса, оправдать, оправдать, это очень важно, оправдать все необходимые шаги, потому что многие шаги, которые нам нужны по какой-то причине ввиду наших процессов взаимодействия с дистрибьютором, процессов, связанных с бухгалтерией, просто процессов внутренних их несовершенства, для клиента иногда кажется странной дичью, непонятной, и, соответственно, оправдание и объяснение для них шагов тоже важно, ну и в конце концов просто упростить, упростить процесс, сократить количество усилий, которые нужно. Посмотрим в четырех, по-моему, пунктах, каким образом это можно делать. Секунду. Значит, первый важный момент и первый интересный момент, первая новая технология, ей на сегодняшний день есть точная цифра, ей на сегодняшний день пользуются 200 дирижских центров в Соединенных Штатах, это технология единого окна, но эта картинка не вот такая технология единого окна в формате того, что у нас кабинет один просто, в который клиент приходит, как у нас это иногда принято, добро желаем абсолютно компании «Газпром», вот, просто картинка с точки зрения внешнего вида понравилась. Немножко о другом, единое окно о том, чтобы эйфорию для клиента, которая у нас рушится в процессе передачи клиента, особенно в отдел продаж финансовых услуг, ну в нашем случае доп. оборудования еще и смежным подразделением, та эйфория, которая происходит, чувство радости и волнения от выбора нового автомобиля, которая до момента ощущения того, что вот-вот собственность этим автомобилем станет реальностью, прерывается и процессом ожидания, и процессом дополнительного обслуживания. Ну, чаще всего, я думаю, вам проще всего будет то, что отдельно обращают внимание наши коллеги, обращать внимание на то, что вероятнее всего, попадая в отдел продаж финансовых услуг и в отдел доп. оборудования, клиент, во-первых, столкнулся с тем, что информацию о его сделке передали очень поверхностно и начнется снова этап выявления потребностей, он, скорее всего, столкнется с тем, что ему придется подождать людей, он, скорее всего, столкнется с тем, что количество прессинга и давления от нового человека, с которым он был до этого незнаком, с которым он делал сделку, оно будет довольно высокое. Так вот, технология единого окна, она на самом деле призвана чувство эйфории и радости для клиента сохранить, при этом при всем упростить процесс для него, сократить в количестве потраченного времени. Здесь, на самом деле, очень интересный момент, на котором нам заявляют, скажем так, назовем их евангелистами этого нового процесса, которым, да, пользуются пока всего 200 директорских центров. Но на вопрос, почему только 200, и, собственно говоря, Брайан Бенсток сейчас один из тех, кто производит переход, на вопрос, почему только 200, ответ звучит следующим образом. Нужно слишком сильно поменять себя, чтобы предоставить такой новый покупательский опыт. Не все дилеры готовы менять себя, я думаю, что многие из нас понимают, что на нашем рынке ситуация тоже не выглядит таким образом, что мы все хотим меняться. Так вот, на самом деле, интересный момент, который отличает эту технологию от традиционной, заключается в том, что когда евангелисты этого проекта, этого подхода предложили изменить вопрос от, насколько вы удовлетворены опытом, в вопрос, насколько вам очень нравится процесс, ну, то есть, насколько вам очень понравился процесс и каждый из составляющих покупки. Это совершенно два разных вопроса, совершенно два разных вопроса. И если на базе этих вопросов, потому что удовлетворены, это соответствует вашим ожиданиям от вашего традиционного опыта взаимодействия с директорским центром. А насколько вам очень понравился этот опыт, это насколько превзошли ваши ожидания. Так вот, когда они сравнили традиционную модель и сравнили модель единого окна, где вас обслуживает один, только один человек на каждом этапе, где вас не знакомят с другими сотрудниками, где нету постоянного выявления потребностей, где меньше прессинга и давления, оказалось, что в целом в среднем около 40-50% пунктов увеличения того, насколько этот процесс понравился. Безусловно, все это переносится в деньги. Если коротко, пример того, что они исключают, они исключают знакомство со старшим продавцом, потому что продавец занимается в том числе согласованием всех условий, и там нету никаких вымышленных или настоящих руководителей, которые приходят закрывать. Они отказываются от знакомства с сотрудником финансовых услуг. Это не значит, что сотрудник финансовых услуг не существует. Это значит, что он выполняет функцию бэк-офиса или выполняет ее как тренер по финансовым продуктам. Старший продавец тоже никуда не девается, просто он не знакомится с клиентом. А не знакомится с клиентом и сотрудник отдела продаж доп. оборудования, или специально выделенный человек, который с этим помогает. Все компетенции передаются сотруднику отдела продаж. Все общение ведется в рамках единого окна. Это создает более бесшовный процесс для клиента, более быстрый и более комфортный, потому что он клиенту кажется более прозрачным, потому что сотрудник выстраивает доверительные отношения, а не кидает его в другие подразделения, где с ним, соответственно, поработают. Просто ли это сделать? Нет, не просто. Возможно ли сейчас раскрыть эту тему на 100% для полного понимания, каким образом надо перестроить процесс? Скорее нет. Нет, я слушал лекцию где-то полуторачасовую с очень подробным разбором последовательности шагов изменения бизнес-процесса, изменения ролей и, самое главное, изменения требований к найму персонала, потому что большая часть сотрудников, которые есть в традиционном дилерском центре, с таким процессом не захотят справляться или мириться, и, скорее всего, покинут дилерский центр при процессе перехода. И мы надеемся, что мы с Олегом предварительно обсуждали, мы с Олегом планируем дополнительный эфир, мы сейчас будем договариваться с теми, кто этим процессом владеет, и тем, кто внедряет, производит перевод, и мы надеемся, что нам удастся сделать полноценную, интересную эфир с евангелистами этого подхода. Но какие результаты? Я просто перейду сразу же к результатам, потому что рассказать про этот час, ну и, соответственно, мне, пожалуй, во-первых, не хватит компетенции, во-вторых, у нас не хватит времени, но самый главный результат, который есть, это не заявление компаний, которые делают продукт для этого, потому что они к этим продуктам относятся очень второстепенно, они понимают, что в первую очередь это процесс. И то, о чем они говорят, на самом деле, тоже была очень интересная фраза по поводу онлайна, вот истории с онлайн-продажами и со всем остальным, они говорят о том, что проблема, почему дилеры пользуются, 30% дилеров, 40% дилеров пользуются платформами для цифровых продаж и для онлайн-продаж, проблема, почему по-прежнему только проценты, единицы процентов, у большинства из них происходят в онлайне, это проблема того, что бизнес-процессы оффлайна не соответствуют ожиданиям клиентам в онлайне, именно поэтому вот эти платформы, которые они покупают, онлайн-платформы, которые позволяют клиентам конвертировать, они просто, они настолько про другое, и настолько оффлайн-команда традиционная не может исполнить функции, которые необходимы для того, чтобы онлайн-сделка дистанционная, хотя бы в каком-то типе сделка, не может быть не полная с оплатой доставкой, но промежуточная, произошла, что основную проблему надо искать в начале, в бизнес-процессах, которые нужно перестраивать под единое окно, потому что именно с единого окна начинается история любых дистанционных форматов обслуживания. Когда у вас не единое окно, а 4-5 человек, которые клиент должен тот самый совместный контроль за сделкой с 4-5 сотрудниками выстраивать, здесь как раз и ломается весь процесс, здесь ломается удобство, и клиент машет рукой на дистанционные каналы обслуживания и продолжает общаться в оффлайне. Так вот, продажа в формате единого окна приносит пользу всем стейкхолдерам или всем участникам сделки, клиенту с точки зрения меньшего давления и более быстрой сделки, менеджерам по продажам. Что интересно, зачастую большая компенсация, потому что меньше необходимость, больше компетенций, меньше сотрудников, за счет этого большая компенсация, но и самое главное, меньше текучки и более всесторонняя развитая работа для тех молодых людей, тех молодых талантов, которые сегодня готовы приходить в дилерский бизнес, но избегают дилерский бизнес сознательно, потому что если вы встанете на место замечательного молодого человека, который до этого поработал в компаниях, в которых есть так или иначе технологии единого окна, где прозрачные и понятные условия для клиента, и если мы сейчас представим, что мы этого замечательного талантливого сотрудника, который, скорее всего, работал, хочет работать именно в понятной и прозрачной компании, где он не занимается ни обманом, но, скажем так, не создает непрозрачности, асимметрию информации для клиента, как это у нас принято, если вы представите, поставите себя на место этого молодого специалиста, то вы, наверное, скорее всего поймете, что лучшие из них вряд ли согласятся работать в традиционной модели. Это не значит, что у нас нет хороших ребят. Нет, безусловно, они есть. Это значит, что работа, задача поиска талантов, она в том числе лежит в наших бизнес-процессах. И это точно так. Ну и последнее – это доля рынка для дилера и более высокая общая доходность при более низких переменных затратах. Здесь несколько примеров, чтобы, опять же, не быть голословным. Мы этот слайд ранее показывали про технологию единого окна. Мы сверили, что эти цифры верные, что эти бенчмарки верные, что это действительно так с нашими коллегами в этот раз. Действительно, удельная продуктивность на одного сотрудника вырастает в полтора-два раза. Существенно вырастает уровень удовлетворенности клиентов на десятки процентных пунктов и существенно вырастает доходность с точки зрения сделки. Значит, за счет чего у нас падают переменные расходы? Расходы в этой модели на персонал падают за счет того, что один сотрудник за счет меньшего сокращения процесса обслуживания клиента может делать большее число операций, за счет чего растет доходность. Здесь, Александр, на самом деле, очень классно вам отдельно про практику продленных гарантий и сервисных контрактов сделал замечание. В нашей стране мы не привыкли и не распространены продажи подобных продуктов. Так вот, в этой, так как там продажа продленных гарантий и сервисных контрактов является инструментом удержания, инструментом повышения доходности со сделки, является абсолютно рыночным стандартом, и их продает любой среднестатистический дилер, не среднестатистический дилер. И, соответственно, там в случае именно с этими продуктами технологии единого окна и продаж через специалиста повышают проникновение этих продуктов от 30 до 60%. Безусловно, технологии единого окна с попыткой продаж токсичных продуктов, ну, это та еще задачка, и это отдельная история, и специфика того, как этим нужно решать. Соответственно, переходя коротко, маленький инструмент, мы про него тоже уже раньше рассказывали, но раз уж я просто этот слайдик добавил, пока Сашу слушал, эта история с технологиями F&I меню, это пример того, каким образом покупателю представляется предложение по финансовым услугам, где ему предлагают максимальный пакет, минимальный пакет, где ему предлагают это все в рамках ежемесячного платежа, и действительно, та технология, которая совместно с технологией единого окна работает, работает очень успешно. Итого, если говорить про технологию единого окна, самую сложную для погружения из тех, что мы сегодня будем погружаться, вещей и технологий, самую неспорную, скажем так, а самую нераспространенную на сегодняшний день, то по мнению тех, кто ее внедрил и по мнению тех, кто ее помогает внедрять, более высокий доход, снижение расходов на персонал, увеличение объема транзакций, ну и в том числе, что довольно интересно, более удобный процесс для клиентов и высшая удовлетворенность позволяет дилерам иметь более высокие позиции с точки зрения позиции для переговоров, удачные, успешные позиции для переговоров с дистрибуцией, с ОММ, с теми, кто занимается поставками автомобилей, потому что лучший процесс для клиента равно лучший опыт покупки автомобиля, равно больший уровень удовлетворенности от покупки и больший ретеншн, то есть возврат клиентов в дилерский центр для повторной покупки, а это именно тот показатель, который интересует дистрибьюторов, наверное, в первую очередь, помимо доходности. Поэтому, Олег, по технологии единого окна все мы с тобой ездили на самом деле, я, наверное, хотел с этого начать передать тебе слово, мы с тобой ездили в дилерские центры в октябре 20-го года, нет, 19-го года, за полгода до локдауна, в пандемии и всех прочих историй, мы с тобой ездили для того, чтобы познакомиться с этой технологией, познакомились с ней довольно поверхностно в тот раз. И там технология единая цена нас тоже интересовала. Твои впечатления тогда, как бы ты их сформулировал? И насколько это тогда показалось конкурентным преимуществом? Слушай, ну, смотри, во-первых, я поспорю с тобой по поводу того, что поверхностно познакомились, потому что все-таки мы посмотрели на компанию, которая работает в данной парадигме уже давно, которая из аутсайдеров рынка стала лидером рынка, которая, ну, правда, они внедряли и OnePrice, которая в глазах потребителя стала существенно выше за счет открытости, чем конкуренты, поэтому, на мой взгляд, точно, абсолютно за этим будущее, а с учетом того, что когда мы говорим про цифровые каналы, то там как раз потребителю нужно одно окно, ему не нужно там несколько окон. И, по сути, если мы говорим про то, что за дилерами все-таки будущее есть, я знаю, там сейчас в комментариях посыпятся, что дилеры скоро умрут, но на самом деле по крайней-менее Уолл-стрит считает, что это не так. Чуть позже опять же посмотрим, забегая вперед, такой небольшой спойлер, поэтому я считаю, что здесь как раз если дилер хочет быть дилером будущего, то ему нужно свои оффлайн-процессы перестраивать, чтобы они не отличались от онлайн-процесса. С точки зрения клиента, ну, согласись, что, ну, я не знаю ни одного клиента, который бы сказал, что ему кайфно общаться с несколькими сотрудниками, обсуждать по новой опять какие-то моменты с новым сотрудником, то есть это новое знакомство. Да, есть люди такие, как я, как Рарат, Мородаян, которым хоть 500 человек подаваем и со всеми найдем общий язык. Но 90% людей не такие. Это не потому, что они хуже. Это нормально для человека иметь ограниченный круг общения. Скорее такие, как мы с Раратом ненормальные. Поэтому естественно, что абсолютному большинству являющихся абсолютно нормальными людьми комфортнее прийти даже когда в дилерский центр общаться точно так же, как он общался в онлайне, не понимая, что это там разные сотрудники. А здесь, кстати, неуспешность цифровых каналов у большинства дилеров начинается с того, что они пытаются как раз вот эту матрицу оффлайна перестроить ее в онлайн и там опять клиенты заставлять общаться с несколькими сотрудниками. Потом они делают вывод, что это все фигня и в итоге говорят, что цифровые каналы не работают. Вот в этом вся проблема. Ну и, конечно, проблема в том, что когда мы с тобой начинали эту тему там чуть раньше поездки в Штаты, именно поэтому поехали в 2019 году осенью в Штаты посмотреть воочию, как это работает. Мы были сначала на дилерском центре Хонда под Нью-Йорком, где 18 дилеров Хонды в Нью-Йорк эре и один только так работает и он самый успешный. Это к вопросу о том, когда люди говорят, да нет, это так не работает, это может только на монорынке работать, когда ты один. Нет, это не так, при том, что там и Ван Прайс тоже работает, технология. Потом мы были в Миннесоте, посмотрели все это дело и тогда что мы слышали? Слушайте, ну сейчас времена не очень хорошие, зарабатываем мало, сейчас рисковать нет смысла, теперь я слышу обратно, да Олег, ну блин, сейчас и так все замечательно, поэтому ну что сейчас меняться? Машин нет, маржинальность сумасшедшая, клиент готов хоть с 500 сотрудниками пообщаться, лишь бы машину купить, поэтому зачем это нужно? И дальше, ну благо, что не, благо для дилеров, что эта ситуация не быстро закончится, но она когда-то закончится, и дальше мы опять будем слышать, не, ну сейчас опять времена тяжелые, не до изменений, для большинства, но я думаю, что как и в Штатах, так и у нас как раз вот те, кто понимают, что мыслить нужно категорией не ближайших дней, месяцев там или года, а категории лет, там, да, пять, шесть лет, какой этот бизнес будет через десять лет, то, конечно, надо меняться, конечно, надо подстраиваться под клиента, это то, что мы с тобой тоже все время говорим, что там мы про лучших говорим, действительно, там есть такие, что и лучше к ним даже и не ездить, но когда мы говорим про лучших, то там какая мыслительная деятельность идет, так, у нас у клиента новый запрос, давайте наши бизнес-процессы менять под клиента, у нас какая идет мыслительная деятельность, так, что-то у нас тут неудобно для нас, любимых, давайте поменяем, я, алло, а клиент, Если нам будет удобно, то клиенту будет удобно. Не всегда это так. Поэтому, собственно говоря, понимаешь, все равно большинство будет всегда скептически относиться к изменениям. Изменения пугают. Изменения пугают собственников, изменения пугают сотрудников. То есть там опасений миллион. И поэтому это как наши чиновники. Вот правда, мне иногда это очень сильно напоминает. Я вот четыре года, поработав президентом РУАД и активно в этот момент как раз общаюсь с чиновниками, то я понял, точнее, я не буду даже себе приписывать, мне это рассказал один из замминистров, технологию принятия решений. Делаем или не делаем? Если делаем, то получилось, ну, наверное, мне там скажут спасибо, может, даже премию выпишут, а может, ничего не будет. Если плохо, то мне точно дадут по голове. Если не делаем, то ничего не будет. Поэтому большинство решений не делать. Такая же, блин, технология получается в дилерском бизнесе. К сожалению, ну, понятно, что не у всех. Понятно, что у нас тоже есть компании, которые активно тестируют различные гипотезы, идут вперед, и они, собственно говоря, и, извините за жаргон, отжимают рынок и будут продолжать отжимать. Поэтому, ну, если касательно этой истории, еще раз, коротко, клиенту удобно общаться с одним человеком. Поэтому вы можете миллион раз спорить, надо делать или не надо делать. Вы просто себя на место клиента поставьте. Вы хотите общаться с тремя, как минимум. Я вот, ну, как клиент, не хочу. Вот, собственно говоря, так, если коротко, то так. А так-то я могу эмоционально тут еще часа четыре. Слушай, я на самом деле там параллельно, я тут не отвлекался, я тут вопросы параллельно читал, которые были. Я, знаешь, что хотел отметить, что действительно, ты же правильно говоришь, что те, кто хотят меняться, тут полтора-два процента. Если взять и посмотреть, да, 200 дилеров, которые уже перешли, там еще две сотни, может быть, которые переходят глобально, это там два-три процента от всего рынка. Могут ли все стать двумя-тремя процентами рынка? Ну, точно нет. На то они лидеры вот эти два-три процента. И было интересно, насколько даже вот если взять только дилерский сегмент, насколько отличаются компании дилерские, ну, те, которые торгуются на бирже, понятно, по ним просто очень много информации, они открытые, публичные, они очень много публикуют отчетов. Вот. И насколько даже в топ-10… Ром, я перестал Олегу слушать. Да, у Олега зуб пропал. Олег, зуб пропал лучше, да? Саша, тебе слово. Сейчас, секунду, меня слышно? Да, тебе слово. Я сейчас батарейки поменяю. Ладно. Ну, на самом деле, я что предлагаю, пока ты меняешь батарейки, я к следующей теме перейду, ты же меня слышишь, Олег, глобально, я думаю, поэтому, чтобы просто зрители нас не ждали. Отдельно скажу, что мы с Олегом вроде предварительно договорились, и мы сейчас делаем серию переговоров, чтобы привлечь тех самых носителей экспертизы. Которые этим занимаются последние 10 лет. Я вам даже больше скажу, что последний раз я, когда в 2019 году писал, там была забавная история, я пытался договориться с ними на какой-то скайп. Я написал, и в этот раз я подхожу к тому же человеку и говорю, слушай, вот нам интересно, у нас группа из России, у нас 30 человек. Он говорит, супер, круто, давайте тогда звонок сделаем. Я говорю, слушай, в последний раз, когда я тебе писал, ты мне написал, что наш рынок для вас неинтересен. Вот, он говорит, ну, времена меняются. Поэтому я буду надеяться, что мы все-таки сумеем получить их внимание для того, чтобы получить эту экспертизу. Ну, а дальше используем, вот сегодня вы задали много вопросов здесь на тему того, как будет выглядеть адекватный процесс перехода, как правильно начать переход на онлайн-рединое окно. Я думаю, что мы как раз эти вопросы им и зададим. И почему для сервиса и авто это тоже для такой, по мнению коллег, слушателей консервативной индустрии, это важно. Второе довольно интересное понятие, наименьший общий знаменатель. Здесь есть такая история за этим, когда Брайан, опять же, по его словам, планировал заняться цифровизацией покупательского опыта в 2017 году. Вместо того, чтобы заняться продажами, ему коллеги из Google порекомендовали подумать о наименьшем общем знаменателе. По-английски это звучит как lowest common denominator. И значение означает в том, что вместо того, чтобы расти с низкой базой, ну, условно говоря, с узкой базой, не с низкой, а с узкой базой вверх, легче сначала увеличить базу, чтобы этот рост, он был существенно больше по объему, чтобы эта пирамидка строилась гораздо более устойчивой, с большим основанием. Это если образно, а если говорить более прикладным и понятным уже форматом, необходимо начинать с процессов цифровизации сервиса по двум причинам. Это дает вам возможность гораздо большего роста впоследствии, потому что база сервиса и ретеншн, которые есть, как раз спрашивали, насколько больше вероятность, здесь был вопрос от классного клиентского опыта, что клиент чаще поменяет автомобиль. Мы на этот вопрос ответим буквально через 5-10 минут. Соответственно, насколько важно, что будет больше продаж за счет классного клиентского опыта и покупки, и обслуживания. Да, будет, мы посмотрим как. И, соответственно, это позволяет получить, что очень важно, быстрые победы для ваших сотрудников. Что значит быстрые победы? Когда мы запускаем, условно назовем это, не люблю это слово, онлайн-продажи, больше будут дистанционные каналы обслуживания клиентов. Ну, давайте, когда мы запускаем дистанционные каналы обслуживания клиентов, и сотрудники видят результат только в единицах процентах, условно говоря, и этот результат отсрочен, он не моментален, нам гораздо сложнее убедить себя, управляющую команду, что нужно продолжать процесс изменений. Потому что очень хочется быстрых результатов, быстрой обратной связи. Любому из нас, на самом деле, мы так устроены, мы хотим быстрых побед. Так вот, именно цифровизация процессов сервиса, она помимо того, что расширяет наш потенциал в будущем, она имеет возможность дать нам быстрые победы. Вместо таких сложных иногда поражений, когда вот мы пытаемся запустить e-commerce какой-то, и каждый раз натыкаемся на то, что наши процессы несовершенны, или клиент не готов, или еще что-то. Так вот, в сервисе будет два всего, на самом деле, три слайда. Мы уже тоже рассказывали ранее об этом, мы более подробно исследовали в этот раз вопрос. Наименьший общий знаменатель – это увеличение количества клиентов сервиса, которые остаются в дилерском центре, и которые довольны покупательским опытом, которые наши зарубежные коллеги за счет доставки дилерского центра, доставка в кавычках, дилерского центра клиенту, как они считают, предоставляют потребителям гибкость, контроль, удобство и прозрачность. Гибкость в процессе обслуживания, контроль – это тот самый совместный контроль, снова про него мы не зря в начале него сказали, потому что, по сути дела, заказ сервиса, доставка дилерского центра – это возможность клиента заказать заборы и обратную доставку автомобиля на сервис с помощью мобильного приложения, где мы видим водителя, который к нам едет, где мы видим его местоположение, его время прибытия, где мы все делаем в единой цифровой среде, в единой цифровом интерфейсе. Это удобство, это прозрачность. Прозрачность и удобство за счет, соответственно, гибкости и совместного контроля. Соответственно, это мы тоже, кажется, уже показывали какое-то количество времени назад. Это тепловая карта с 2017 года помесячно. Количество клиентов, которым была предложена услуга забора автомобиля от дома, работы и доставки обратно. И это количество клиентов, которые они получили. Тот самый наименьший общий знаменатель, который родился за счет того, что коллеги из Paragon Honda сумели предоставить качественный иной клиентский опыт. Здесь тепловая карта до февраля 2020 года. Есть еще отдельная, потому что в локдаун есть отдельная с динамикой. Мы на нее время уделять не будем. Эта карта дает вам представление о том, каким образом дилерский центр, который конкретно находится, я думаю, что курсор мой видно, конкретно находится вот здесь, при наличии дилеров здесь, 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 здесь. Олег сказал, что их порядка 18, по-моему, штук на память. Я думаю, что цифра верная. Соответственно, такое изменение сервиса и такой покупательский опыт предоставляет дилеру существенно расширить географию своего покрытия, создать принципиально иной подход к тому, каким образом удерживать клиентов. Ну и самое главное – заработать денег. Все же про деньги. Те же самые 13 подъемников, которые были на момент того, как они стартовали этот сервис в 2017 году, без капитальных вложений, то есть без увеличения площадей, им удалось с 2018 года по 2019 год прирасти в доходности сервиса, чтобы не соврать, но насколько получается на 20%, даже больше, чем на 20, 25%, если я правильно в уме считаю. Соответственно, я не знаю, кто из вас может похвастаться возможностью легко и просто увеличить доходность подразделения сервиса, на 25% за один год. Кажется, что это задача, которую мы обычно, крупные компании поменьше, не так важно. Самый главный момент, напомню, что Paragon Honda – это 13 подъемников, это не 100 дилерских центров, и там не 50, и не 30. Это дилерский центр, который за счет технологий позволил себе создать конкурентные преимущества. Так вот, мало кто из нас может сказать о том, что такая задача ставится просто и легко на следующий год. Скорее, это какая-то задача уровня стратегических сессий или стратегий трансформации своего бизнеса. Это задача такого уровня. И он продолжает расти. И самый главный момент, мы сейчас дойдем до этого, именно такая стратегия позволяет строить завод по производству автомобилей с пробегом. Я вас заинтриговал сегодня, что вы до этого такого ничего не слышали. Мы к этому еще вернемся. А пока передам слово Олегу, чтобы обсудить, что помимо того, что у нас, соответственно, увеличение доходности в целом на 25%, я здесь еще цифры вот эти оставил, увеличение числа машинозаездов, увеличение валовой доходности, тот самый прирост прибыли, который есть Олег. Да, Саш, меня слышно же, да? Да, тебя слышно. Да, я бы новые батарейки поставил, представляю. Слушай, ну а что обсуждать? Ну, как бы мы с тобой эту тему неоднократно обсуждали на региональных мероприятиях. Понятно, что эта история меньше будет работать в Иваново, гораздо больше будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. То есть понятно, что это опыт мегаполиса, где пробки, где временные затраты на приезд к дилеру сумасшедшие. Но при этом чего мы слышим в мегаполисах? Опять же, да ну, это сложно, а кто отвечает за машину? Ну, то есть куча всегда идет возражений, почему нельзя сделать. Не поиск возможностей, чтобы сделать, а поиск причин, почему не делаем. Ничего не меняется, так и будет. Я думаю, но на мой взгляд, кстати, я думаю, что какое-то существенное, если мы говорим именно про сервисную составляющую, какая-то существенная подвижка начнет происходить через 2-3 года, потому что мы войдем в цикл низкой загрузки сервиса. То есть накопленный парк к тому моменту гарантийный достигнет минимальных значений. И в результате это, конечно, существенно подтолкнет. А, еще и при том факторе, что доходы населения, реально располагаемые на обслуживание машин, как минимум не растут, а в некоторых сегментах падают, и плюс к этому еще накопленный негатив к дилерам в эпоху, когда коврики по 200. Соответственно, вот эти все факторы, они сложатся в идеальный шторм через, ну, может быть, даже раньше, чем через 2 года. И в результате загрузка сервиса в целом, в дилерской сетке сократится. И вот в этот момент как раз, конечно, придется побороться за клиента различными способами. А учитывая, что, например, московские дилеры очень много машин отдают в регионы, которые к ним вообще не возвращаются, то здесь вообще содержание Тадж-Махалов станет, ну, такой будет критической, критической составляющей. Но, наверное, в этот момент как раз будут искать различные варианты. В том числе, кстати, я думаю, что в этот момент может взрывной рост произойти по твоему новому продукту. Будем надеяться. Будем надеяться, что к этому моменту он произойдет. А лучше бы раньше. Нет, ну, слушай, я тебе желаю, чтобы он произошел прям завтра, но мы с тобой понимаем, что завтра этого не будет. Но я тебе могу сказать, что для тебя это хорошая возможность уже сейчас объяснять людям, что вам нужно давать новый клиентский опыт, отрабатывать эти процессы. И в тот момент, когда на рынке будет клиентов недостаточно, вы за счет того, что можете предоставлять разный клиентский опыт для разных категорий клиентов сможете у конкурентов выиграть? Слушай, мне, знаешь, понравился твой тезис на тему того, что в ситуации, когда клиент был определенным образом выжат, назовем это так, с помощью ковриков за те самые 200, на самом деле подобного рода сервисы, они каким-то образом могут поспособствовать налаживанию отношений с клиентом с точки зрения создания дополнительной ценности и маркетингового дифференциатора. Когда ты отличаешься от всех других дилеров, да, пусть в момент дефицита ты заработал, но здесь ты предоставляешь качественный продукт. И это очень забавно на тему того, что Брайан делился, что когда они запустили эту услугу полностью бесплатно, и он делился, что когда только стартовал процесс, к нему пришли его руководители, когда он предложил внедрять эту услугу и предлагать ее клиентам, и одни предложили, один предложил, чтобы сервисный контракт это включалось в рамках ежемесячного платежа за столько-то долларов, сотрудник финансовых услуг сказал о том, что давайте дадим на эту историю специальный пакет в ежемесячных платежах, там еще чем-то. Руководитель отдела продаж сказал, давай, что я включу это как доп в самом начале, и, соответственно, мы засунем это в тело кредита, я сейчас условно говоря. А он понял, что для него это инструмент именно вот этого единого общего знаменателя, то есть инструмент ретеншена, инструмент возврата клиента на сервис, который, как оказалось потом, чего он не ожидал, интересная цифра, что доходность по этим клиентам, а их уже 3243 в месяц было в 2019 году, доходность по этим клиентам она выше в два раза. То есть, другими словами, внезапно оказалось, что подход, предложим эту услугу бесплатно, оправдывается тем, что чек растет. И поэтому ни в коем случае, здесь самый важный, наверное, момент, то, что рекомендует он, есть часть дилеров, последователей, которые не получают похожих результатов и говорят о том, что это просто не работает, но при этом при всем они предлагают там за 25, за 40 долларов забор автомобиля, то есть не бесплатно, и при этом рассчитывают на тот же самый результат. Тот же самый результат возможен только при принципиально другом подходе, и об этом он тоже отдельно говорит. Почему, опять же, все не повторяют эту историю? Потому что не все готовы, там же история еще заключается в том, что при том же количестве подъемников еще изменить процессы, потому что отдельная история, она очень большая, это изменение внутренних бизнес-процессов, чтобы суметь с такой интенсивностью делать загрузку сервисной станции. Ну, скажем так, это совсем на самом деле непросто, потому что при неизменном числе основных, ну, при неизменном объеме, условно говоря, мощностей реализовывать услугу такого качества, потому что, безусловно, когда растет нагрузка, увеличивается количество ошибок и прочего, это довольно сильно. Ну что ж, перейдем потом, как он на этом общем знаменателе построил завод по подержанным автомобилям, Олег? Подожди, хочу один комментарий дать. Ты зачем вот это вот, про то, чтобы засунуть это в финпродукты проговорил? Ты подсказал, да? 99% дилеров, они пошли думать, как это действительно засунуть в финпродукты. Вот этого делать не надо, к сожалению, к счастью. К счастью, я надеюсь, что не услышали, что здесь фишка-то как раз в том же, чтобы этого не делать. Ну, а завод по производству автомобилей, как же работает он? Ну, а завод по производству автомобилей с пробегом, это очень интересный подход, в котором на сервисной станции появляется сразу целая группа специалистов по продажам, часть из них выходцы из финуслуг, часть из них выходцы из отдела продаж новых автомобилей. И что важно, чтобы это получилось, это отдельное было, отдельное замечание, без которого завод никогда не заработает. Это то, что те сотрудники, которые там появятся, временной лаг от момента того, как они начнут исполнять процесс до момента того, как сделки случатся, он может составлять 3-6 месяцев, когда достаточный объем, потому что цикл сделки там совсем другой, когда достаточный объем образуется для того, чтобы эти люди получали деньги. И отдельная рекомендация, очень важная, была на тему того, что подобный процесс возможно внедрять только при предложении сотрудникам, которые переходят исполнять этот процесс и эту функцию, предложение им оплаты их среднемесячного объема вознаграждения вне зависимости от результатов первых месяцев. Для кого-то это может звучать дико, но это единственная возможность внедрить этот бизнес-процесс, и об этом отдельно было уделено этому довольно много времени в рамках погружения в эту специфику. И самый главный момент, Олег, я думаю, что мы сейчас, у нас через сколько локдауна в Москве? Через два дня, по-моему? Ну, через три. Через три, да. Так вот, невероятная история, но мы сейчас с тобой вместе, я не знаю, ты здесь как раз как оппонент, потому что я про это рассказывал, но не так часто и, может быть, не под этим углом. Мне кажется, что не может быть ни одного времени лучше, единственное, что нам может подарить локдаун в Москве или еще в тех городах, в которых он происходит, у вас есть суперкрутая функция, суперкрутой бизнес-процесс, который можно в это время попробовать, потому что для этого у вас есть все ресурсы. Так вот, завод по производству автомобилей с пробегом делает следующую вещь. Он считает так называемое equity. Мы про это раньше рассказывали, сейчас просто больше расскажем о том, каким образом происходит этот процесс и каким образом конкретно какие KPI есть у среднестатистического дилера. Эту информацию мы в этот раз добыли. Значит, equity – это разница между остаточной стоимостью автомобиля и остаточным платежом по кредиту. Безусловно, мы не знаем точно остаточные платежи по кредиту, но наши учетные системы или наши Excel-таблицы у кого как с большой вероятностью позволяют сказать о том, какой изначально график платежей был у клиента по финансированию его сделки. На сегодняшний день мы продаем порядка 55-60% автомобилей в кредит новых. Есть еще какое-то количество подержанных автомобилей, которые остаются у нас на сервисе. И, соответственно, по 55-60% автомобилей, которые возвращаются к нам на сервис, мы имеем возможность посчитать разницу между остаточной стоимостью автомобиля, примерный, зная его пробег, и раз мы его продавали, и, соответственно, остаточным платежом по кредиту, который мы просто по графику предполагаем, что он такой есть. А в случае, если мы посчитали позитивную разницу, позитивную, это когда у вас стоимость автомобиля соответственно выше и весит больше, условно говоря, на этих весах, чем стоимость остаточного платежа по кредиту. Допустим, остаточный платеж по кредиту 800, а остаточная стоимость, ну, там, полтора миллиона, остаточная стоимость автомобиля 2200. Что значит эта разница 2200 минус полтора? 2200 минус полтора это 700 тысяч рублей, которые являются потенциальным первоначальным взносом при пересадке на новый кредит. То есть они являются потенциальным первоначальным взносом, который можно зачесть в кредит при выкупе автомобиля у клиента и погашении его предыдущего кредита. Некоторые дистрибьюторы в России уже этот процесс используют, таким образом приносят от 10 до 15 процентов от всего объема продаж в рамках своих коптимных банков. Не в рамках дилерских сетей в целом, а именно в рамках коптимных банков. Соответственно, что нового здесь мы можем сказать? Первое, это правильное выявление возможностей и правильный процесс. Выявление возможностей это дополнительно, помимо скоринга тех клиентов, у кого equity находится в позитивном, то есть есть тот самый виртуальный первоначальный взнос, это поезд тех, у кого закончилась гарантия, поезд тех, у кого вышла обновленная модель, и они хотели бы потенциально получить покупательский опыт. это попытка расширения срока кредита для тех, у кого кредит был, допустим, на три года, предложение им нового кредита на обновленную модель, соответственно, с расширением до четырех-пяти лет, таким образом, снижение ежемесячного платежа, потому что, ну, многие говорят о том, что народ у нас не богатеет, а поэтому предложения оптимизации, они всегда могут быть восприняты позитивно. Ну и, соответственно, самый важный интересный момент, почему это все-таки называется заводом по производству автомобилей с пробегом, потому что вы смотрите именно те машины, которые вам нужны. Другими словами, машины, которые имеют свежий пробег, относительно хорошее состояние, которые имеют высокий, высокую доходность с точки зрения продаж вашей статистики, это те автомобили, за которыми вы будете охотиться. Почему мы столько времени говорим о выявлении возможностей, расчетах и так далее? Потому что, как только вы будете подходить к ста автомобилям, которые приезжают вам на сервис, и пытаться сто раз предложить что-то, вероятнее всего ваши сотрудники отправят вас с этой идеей в самостоятельную работу и предложат вам найти других соискателей, которые бы согласились делать столько тяжелой и во многом монотонной и бесполезной работы. То, о чем нам говорят наши зарубежные эксперты, они говорят о том, что именно правильное выявление позволит выбрать только тех клиентов, по которым конверсия будет высокая. Насколько именно высокая, я дальше расскажу. Секунду. Базовая стратегия, которая есть, первая, это подготовка коммерческих предложений накануне, до того момента, как клиент приедет, и отправка их по имейлу или смс. Предложение формируется на новый конкретный автомобиль или набор автомобилей с учетом зачетов предыдущего. То есть, это не предложение не на выкуп автомобиля, без конкретного предложения, на что его поменять, это предложение на покупку, при котором мы в том числе реализуем выкуп. Далее происходит встреча клиентов в диджерском центре к назначенному времени. Мы знаем примерно, во сколько они приедут, мы же не записались на сервис. В случае, если нам не удалось их встретить, здесь довольно забавная интересная история на тему того, что это не просто на кенгер, который какой-то вешается или бумажка кладется, это рукописная записка, которая говорит о том, что нам бы с вами связаться, потому что у нас есть вот такая идея обмена. Ну и, соответственно, это фоллоуап с каждым клиентом после того, как он покинул сервисную станцию, это попытка связаться с ним дополнительно для того, чтобы оценить, насколько вероятно он захочет воспользоваться подобным предложением. Как выглядит скрипт подхода? Мы его раньше рассказывали, но самое интересное, что этот скрипт дает, этот скрипт говорит о том, что мы хотим, чтобы вы знали о том, что вы можете приобрести более новый автомобиль, владеть более новым автомобилем, с новым функционалом, более кайфовыми функциями, удобными, классными, новыми, совершенными, современными и при этом при всем платить по кредиту столько же или меньше. Безусловно, здесь иногда с учетом особенностей ценообразования текущего есть лукавство, для этого есть управление сроком кредита, для этого есть управление многими другими существенными составляющими сделки. И здесь вопрос того, что важно клиента заинтересовать и оставить в нем мысль, продать ему идею того, что замена автомобиля вообще является возможной. А вот и цели, вот эти цифры, которые раньше мы не показывали, мы только в общих чертах говорили о том, какое количество в целом можно получать. Как правило, дилерский центр со 100 заказ снарядами в день, если просто взять 100, понятно, что не все дилерские центры обрабатывают столько заказ снарядов в день, но мы берем 100, потому что от 100 считать очень легко. Должен нариентироваться на два выкупа или продажи в день. Что значит два выкупа или продажи в день? Это значит, что именно те клиенты, которые сегодня были, они есть те, кто произведут трейды на автомобиле и покупку нового или нового подержанного автомобиля. Речь идет о том, почему я вначале говорил о том, что сотрудникам нужно предоставить зону такую временную самосохранения с точки зрения компенсации и вознаграждений, потому что результат будет появляться через месяц, два, три, шесть, и, по сути дела, при полномерной работе и выполнении ежедневных TPI, когда мы на 100 заказ-снарядов делаем 20% от них, то есть 20 заказ-снарядов в предложении, и при этом у нас конверсия где-то порядка 10% в тех, кто сделает сделку, это история, которая говорит о том, что у каких-то цикл сделки три месяца, шесть, и поэтому для того, чтобы это все заработало и нивелировалась как-то, нивелировалась продуктивность по дням, она примерно вошла в два контракта в день, у лучших больше, у худших, соответственно, один, необходимо три-шесть месяцев безопасной зоны для сотрудников, и самый главный момент заключается в том, что без этой возможности вы не сумеете замотивировать лучший персонал, который способен такие непростые сделки проводить, потому что они полностью должны переселиться в сервис. Что интересно, безусловно, есть поправка на, условно говоря, Россию, назовем это, поправка на наш рынок, у нас доля кредитования, как мы говорили, порядка там 55-60%, в некоторых брандах больше, доля кредитования там и различных программ, которые основываются на ежемесячных платежах, составляет 90-95%, а потому справедливым будет сказать о том, что скорее всего бенчмарк в нашем случае может на 20-30% упасть. У нас меньше конкуренции за клиента в этой части его обслуживания и в этой части предложений, а соответственно раз меньше конкуренции, то скорее всего с большей вероятностью, как мне кажется, мы можем закрывать такие сделки, но при этом у нас меньшая доля автомобилей, приобретенных в кредит, что говорит о том, что количество клиентов, которые мы сможем находить ежедневно в этой базе их чуть меньше, но то на то и ориентируются, но даже если вы используете наиболее негативный сценарий, то падение будет не такое существенное относительно этих целевых показателей. Брайан, в свою очередь, насколько мне память не изменяет, он выкупает таким образом 6 автомобилей в день в среднем, его соответственно объемы в месяц, это по-моему, я боюсь сейчас ошибиться, но это по-моему то ли 150, то ли 200 заказ снаряда в день, а соответственно цифры его, они даже чуть повыше будут, у него над этим работает отдельное подразделение, которое полностью погружено в только этот бизнес-процесс, исключительно и целиком. Олег? Слушай, ну смотри, здесь я могу просто исходя из собственного опыта, что порекомендовать, здесь есть история с тем, что надо клиентов приучить еще к этому, потому что мы когда в Иваново запускали эту историю, то первые там 3-4 месяца вообще был ноль, просто потому что клиенты были не готовы к этому. Да, и персонал каждый раз не давая предложений, говорили ой-ой-ой, забыли ой-ой, да это клиент, который не поменяет, ну и так далее. Потом, когда персонал стал все-таки регулярно, ну понятно, что когда машина приезжает на первое ТО, не стоит человека там сильно нагружать, тем более в регионе, где он рассчитывает ездить на автомобиле явно больше, чем один год. вот, но дальше со второго года предложение можно давать, ну а на третий год то уж точно. Но тут важно как раз приучать, да, то есть здесь важно не опустить руки через месяц-два со словами да ну, все равно ни одной сделки нет. Потому что реальные сделки начинаются как раз месяца с третьего-четвертого, не раньше. Вот, это надо важно, ну это важно понимать просто. Слушай, тут я тоже смотрю вопросы, вопросы интересные. Значит, есть вопрос такой на тему того, где можно выступление самого Брайана посмотреть. Что интересно, тоже давайте как сказать, может быть, я покритикую нас в целом, в том числе себя в каком-то смысле относя. Мы Брайана Бенстока четыре выступления перевели полгода назад. Как вы думаете, сколько в среднем просмотров, при том, что мы каждый раз рассказываем о том, что его можно посмотреть, вы не угадаете, но меньше сотни. Поэтому, знаете... Ты же знаешь, что ты просто не там размещаешь... Нет, надо было точно у тебя, тогда бы было больше. Но я просто, извини, я просто как раз к вопросу чего, к вопросу того, что... Скажи, где видео-то, потому что... Да, есть видео на канале Короче Дилер, Короче, запятая Дилер, вводите в ютюбчике, там есть видео, и в этих видео есть... Мы, я думаю, что вышлем в фоллоуапе всей этой истории ссылку на плейлист, где на четырех разных видео в разном формате публичных выступлений, бизнес-завтраков и какие-то там еще есть интересные форматы, он, по сути дела, выдает почти тот же объем информации. Нам в этот раз удалось... Встреча с ним стоила очень дорого и готовили мы ее три года, потому что все три года, пока мы смотрим за ним, наблюдаем, сначала мы получали впервые разрешение на перевод, потому что мы делаем некустарным образом обо договоренности. В этот раз мы с ним встречались, нам просто удалось задать больше вопросов и получить больше ответов той группе, которая с нами ездила. Спасибо всем, кто, кстати, в этот раз поддержал нас, Ируат, в этой поездке, потому что эта поездка также бы не состоялась из 30 вовлеченных участников, потому что бюджет там сильный-сильный, большой. Слушай, ну на самом деле, уважаемые зрители, все как всегда по окончанию трансляции, через не очень непродолжительное время, внизу просто появятся ссылки на все, что вам стало интересно, соответственно, вы просто сможете по этим ссылкам зайти и посмотреть. Ну, а тебе, Саша, подумать, раз так мало смотрят, так может быть стоит размещать на автомаркетологе. Это знаешь, это потому же, почему мало считают. Но я понял, я услышал, Олег, вопросов нет. Последняя, на самом деле, крайняя тема сегодняшнего дня, где я тебе, сейчас я расскажу чуть-чуть про каравану и потом планирую тебе передать слово. Надеюсь, я не повторюсь. ты все-таки не только мне будешь рассказывать про каравана. Извини, я в смысле, я тебе имеется в виду, неправильно выразился, что я не знал, готовишь ли ты слайды по караване, поэтому решил подготовить, чтобы для тех, кто не знает, что это караван, рассказать. Ну, а дальше посмотрим. Посмотрим. ну, очень хорошо, потому что я, на самом деле, у меня презентация минимальная, я просто показываю изменение стоимости акции на рынке, ну, и пообсуждаем, посмотрим, собственно говоря, почему это. Супер. У меня сегодня как-то так бывает странно, переключаются слайды, поэтому вернулся к тому, что караваны и вот это вот все, что мы обсуждали теперь, точно все. Первое и самое важное, что есть каравана. Каравана есть бизнес-модель, в которой поддержанные автомобили продаются 100% онлайн, абсолютно 100% онлайн. Кстати, дай мне секунду, я тебе кое-что покажу. Я забыл, забыл сегодня взять перед эфиром, я думаю, тебе понравится, сейчас, и всем понравится, тебе, как тому человеку, который знает, классно, что каравана, помнишь, у них есть вот эти аппараты, которые на картинке, вот эти станции для выдачи автомобилей, вот это как раз тот токен, который нужно бросить, когда ты приезжаешь получать автомобиль, тот токен, который к тебе приходит по почте, и тот токен, который ты бросаешь в аппарат для того, чтобы тебе этот автомобиль из вот этой замечательной башни выдался. Это точка выдачи автомобиля, там невозможно посмотреть автомобили, никакие, которые, условно говоря, находятся сейчас в предложении. Почему мы так уверены, что это нельзя сделать? Подожди, Саш, Саш, подожди, давай мы здесь вот на этом моменте, я тебя перебью немножко, невозможно посмотреть физически. Физически, да, извини, физически, на сайте, фото, видео, описание, все максимально. Все только на сайте, и машина будет либо доставлена вот этим замечательным грузовичком, потому что каравана говорит о том, что она компания, которая состоит, по сути дела, из трех, условно, это сама, то есть это, условно говоря, одна из их составляющих, это транспортная огромная компания, которая помогает им автомобили доставлять. Вот этот токен, если ты не хочешь, чтобы тебе машину доставили домой, ты можешь съездить в точку выдачи, которая выглядит, как вот эта вот замечательная башня. Там нету обслуживающего персонала, который будет тебя консультировать по покупке, там есть только сотрудники, которые помогают с выдачей. Наш хороший друг и товарищ Паша Хвостунов из компании Боравто сумел вот эту монетку добыть тем, что поехал. Он вместе с Матьей из Карпрайса ездил туда и он выпросил у них бесплатно такой, условно говоря, подарок и сувенир. И особенность бизнес-моделей как раз карваны заключается в том, что, как вы видите, вот эти вот серые точки на карте, это вот эти точки выдач. Голубые это рынки, ну или, скажем, города, в которые доставляются автомобили. Как вы видите, еще не вся территория покрыта, но покрыта наиболее плотно заселенная территория. По-моему, 80% населения Соединенных Штатов имеют возможность приобретения автомобиля таким образом, полностью онлайн поддержанного. Ну и, соответственно, доставляются эти автомобили из точек, в которых происходит предпродажная подготовка, распределительные центры так называемые, распределительные центры, которые на карте сейчас обозначены вот такими, такой иконкой с ключиком и отверткой. Объем продаж, как Олег говорил, мы начали с Олегом смотреть за карваной в далеком 2017 году, наверное, в конце 2016-го. И в далеком 2017 году карвана выдавала 18 тысяч в квартал, что было на самом деле цифрой довольно существенной, но 18 тысяч, я думаю, что здесь эта цифра 8 тысяч, единичка у нас торчит из следующего столбика, 8 тысяч автомобилей. Цифра, с одной стороны, существенная, но с точки зрения их финансовых положений первоначальных в модели она была не такая большая, после чего карвана вышла во втором квартале 2021 года на цифру в 107 тысяч автомобилей, что гарантирует им, что они по году, как правильно заметил Олег, выдадут больше 400 или около 400 тысяч. И если посмотреть на график их роста, график их роста выглядит, как это модно называть у стартаперов, опять же, раз мы сегодня про фейк от Саши услышали, у меня продолжаются флешбеки, у стартаперов это называется хоккейная клюшка, то есть это график роста, который уносит вдали абсолютно приятные для инвесторов эту компанию с точки зрения объемов. Ну и что важно, проникновение по объемам в рынке, самый крупный игрок на рынке Соединенных Штатов это CarMax, у них на 2% их проникновение в рынок в среднем по Соединенным Штатам, а это каким образом по когортам растут рынки у Carvana соответственно когорты 2020 года сейчас доросла до 0.38 все когорты растут примерно в одинаковом темпе, что это значит? Это значит то, что к тому моменту, за счет чего Carvana продолжает такой бурный рост, который мы видим, она продолжает его просто за счет того, что те рынки новые, которые были запущены в текущий момент, они подбираются по проникновению, на них Carvana подбирается по проникновению к первому рынку, который они запустили. Таким образом, добившись проникновения в 2,3% по всем рынкам, они выйдут на сумасшедшие результаты, это является залогом их роста. Ну и важный момент, наверное, последний о них заключается в том, что они существенно нарастили, это цифры даже четвертого квартала, сейчас еще больше, они существенно нарастили долю автомобилей, если в 16-17 году 90% всех автомобилей, которые они продают, это вот этот график внизу, то есть всего 7-10% были те автомобили, которые выкупали напрямую у клиента выездным выкупом, то на сегодняшний день в конце прошлого года 65%, в этом году уже больше 70%, ближе к 80% всех автомобилей, которые они продают, это автомобили, которые были выкуплены не с аукционов, а были выкуплены напрямую у физических лиц путем выездного выкупа по очень такой бесшовной приятной модели, что позволяет карване не зависеть от внешних источников склада и позволяет ей покупать автомобили напрямую у клиента, что, как вы понимаете, на самом деле всегда выгоднее, чем покупка на аукционе у посредника, на аукционе у посредника. Ну и, Олег, я хотел на самом деле по карване-то закончить двумя слайдами. Первое, тем, что их НПС как раз уровень того, насколько людям нравится, вот именно как раз нравится в данном случае покупка автомобиля в разы выше, чем у среднестатистического дилера, у которого это значение колеблется от 10 до 20 значений, от 10 до 20 единиц. Ну и самый главный момент, здесь я сделал такую простую табличку, не знаю, насколько ты анализировал это или нет, но вот справа цифры Кармакса, мы владеем результатами за второй квартал 2021 года по карване, в этих результатах видно, что на сегодняшний день они наконец-то вышли в положительную зону по рентабельности по EBD 3,4%, справочная цифра по Кармаксу 3,9%, при этом при всем долгосрочная цель у них 8-13,5%, что как раз в том числе нравится инвесторам очень сильно. За счет чего это будет? За счет того, что при такой же маржинальности, как у Кармакса и как они уже достигли, они сумеют существенно сократить расходы, потому что завершится период их бурного роста. Можно посмотреть, что в принципе они не, при текущих расходах на рекламу в 3,6%, они сумели сократиться уже в два раза, и их цель соответствует бенчмарку Кармакса. То же самое касается, интересно, расходов на административный персонал и на административный персонал, где они говорят о том, что у них сейчас 14%, они сократились в два раза, тоже сумели сначала с 29,8%, их цель 6,8%, но за счет именно онлайн-модели без оффлайн-присутствия они будут меньше, чем Кармакса. Таким образом, именно вот в это, за счет этих статей, они здесь отмечены, вот они планируют 8-13% рентабельность по EBD, что я думаю, что ты согласишься, это космос цифра, абсолютный космос цифра для традиционного автомобильного ритейла. У меня на тему Кармакса есть только один последний слайд, мы его ранее тоже показывали, но что интересно, что когда компании, которые занимаются аналитикой рынка с точки зрения предложений ценовых для потребителей, анализируют традиционных дилеров и сравнивают их с онлайн-дилерами, оказывается, что средняя цена продажи в интернете, которая заявляется онлайн-дилерами, она выше на 2%, и что очень важно, традиционный дилер от той цены, которую он заявляет на сайте, он от нее имеет особенность или привычку торговаться вниз, в случае с карваной торга быть не может, потому что они работают по модели единой цены, все цены, которые представлены на сайте в моменте, это те цены, по которым будет куплен автомобиль, торг невозможен ни на доллар, ни на сто, ни на тысячу, и поэтому эта разница с большой вероятностью с точки зрения продажи, если сравнивать с традиционными дилерами, она еще выше, чем 2%, то есть за счет такого классного потребительского опыта дилеры, в этом, дилеры, карваны позволяют себе зарабатывать больше на каждой транзакции. Олег? Да, Саш, ну, слушай, тут что я тебе могу сказать, я, естественно, смотрел отчетности там и карваны и всех остальных, довольно интересно наблюдать изменения операционных расходов по мере роста компании, ну, в процентном отношении, поэтому, ну, судя по тому, по той отчетности, которую я посмотрел за несколько лет, то, что они заявляют, вполне в себе возможно, вот, и с точки зрения кстати, вот вам еще один пример компании, которая работает по OnePrice и не боится этого и при этом, соответственно, уже по доходности опережает очень многих дилеров, которые работают по старой системе. Вот, соответственно, ну, давай, Саш, ты убери тогда свою презентацию. Да. Сейчас мы с тобой вместе посмотрим, а как же «Оу-Стрит» оценивает разные сегменты, собственно говоря, дилерского, не дилерского, а вообще автомобильного бизнеса. Ну, и понятно, что мне сначала было интересно посмотреть, что происходит со стоимостью автопроизводителей. Я взял для... Ну, я посмотрел достаточно много компаний-производителей, но в презентацию решил поставить только пять. Две американских, две японских. Ну, это, собственно говоря, GM, Ford, Toyota, Honda. Это компании, которые занимают существенную долю на рынке США. И одну... Я бы ее американской не называл, она такая космическая, это Tesla. Соответственно, если мы посмотрим на General Motors, то даже с учетом роста за последние полтора года... Ну, тут сразу оговорюсь, все практически рынки в последние полтора года после того, как вышли из пандемии, начали расти. Ну, мы сейчас про Штаты говорим. Здесь две причины. Во-первых, после резкого падения всегда идет отскок. Во-вторых, на рынок вылилось огромное количество денег, которые население получило в качестве компенсации. Можно долго спорить, надо было ли делать это или не надо было, но по разным оценкам из тех двух триллионов, которые Трамп раздал, около одного триллиона в итоге было отправлено на фондовый рынок. Соответственно, ну, и здесь мы видим, что, да, то есть, если взять GM, который прошел в свое время процедуру банкротства, его спасало две страны, США и Канада, после кризиса восьмого года, за последние пять лет, с учетом даже роста, который произошел в последние полтора года взрывного на фондовом рынке, стоимость выросла с сорока до пятидесями долларов за акцию, соответственно, это меньше пятидесяти процентов. Если мы посмотрим на второго производителя, крупнейшего американского, ну тут вообще грусть-тоска, ну просто вот грусть-тоска, я вообще не понимаю людей, которые инвестируют в Форд, здесь взят более длительный период, потому что не было банкротства, Форд гордо сказал, что мы сами справимся, нам не нужны государственные деньги, но вы посмотрите, что происходит, ну то есть финансисты, Соу-стрит в компанию не верят напрочь, возьмем Тойоту, Тойота существенно лучше, чем у Форда, но не лучше, чем у GM, за последние пять лет 120-173, то есть опять же меньше 50%, берем Хонду, которая на американском рынке тоже много занимает места, ну мы тоже видим, что грусть-тоска, ну сколько пять лет назад вложили, столько и получили, то есть таким образом получается, что финансовый рынок не видит какого-то для себя пока существенного роста стоимости акций производителей, то есть должна произойти какая-то технологическая революция не только с точки зрения продукта, но и с точки зрения процессов. в компаниях, дабы они стали интересны с точки зрения финансовых инвесторов. Ну и конечно есть у нас компания Tesla, которая с 50 долларов выросла до 900, да, здесь можно долго спорить, что в этих 900 существенная доля это гений, гений Маска и ну это маркетинг Маска, но тем не менее рынок несмотря на некую волатильность на высоком уровне, то есть после того, как компания подорожала выше 600 долларов, там волатильность резко увеличилась, хотя странно обычно на высоких уровнях волатильность меньше, ну это для финансов, для финансистов будет понятно, но тем не менее, потому что там очень много все-таки зависит от одного человека, но даже если предположить, что уровень сопротивления находится в районе 400 долларов, то 50 и 400 это существенно больше, чем то, что показывают другие производители, поэтому с точки зрения рынка в производителей пока верят только в какие-то маркетинговые проекты, я вас уверяю, что вы можете посмотреть других производителей, вы увидите примерно ту же картину, я любимый Porsche не стал сюда выкладывать, потому что там просто какие-то американские горки, то компания взлетает, то падает, то взлетает, то падает, я очень сильно, я люблю этот продукт, я очень сильно рассчитываю на то, что они все-таки с Тайканом и другими своими историями смогут занять стабильную позицию на финансовом рынке. Теперь смотрим дилеров, кстати, для тех, кто считает по-прежнему, что в Америке одни сараи, вот вам фотографии дилерского центра AutoNation, и там, сейчас я отсюда далеко не вижу, там, по-моему, Hudson был, насколько я помню, вот, соответственно, это по-моему, ну, это такие же дилерские центры, ну, там, Nissan-овский центр, это еще старая концепция, вот, а Audi, пожалуйста, новая концепция, все по таким же стандартам, как у нас. Значит, смотрим AutoNation, и что мы видим? За последние пять лет компания подорожала с, там, с 60 до 130, то есть больше 100 процентов, а если взять десятилетний период, то там получается рост даже не на 100 процентов, а на 250 процентов. У производителей такого нет. Многие могут сказать, что вот эта вот история со взрывным ростом после падения в марте прошлого года, она может быстро закончиться, но на самом деле, ну, не надо думать, что финансисты все такие идиоты, и что эта цена отражает только сегодняшний день. Нет, она отражает и ожидания среднесрочной перспективы, и тут, кстати, вот я увидел, что Александр Груздев тоже публиковал похожее мнение, которое я высказываю, что на самом деле история с дефицитом, она не закончится, когда закончится дефицит чипов. А глобально недопродажи машин за тот период, когда недопроизводены чипы, будет по разным оценкам от 20 до 40 миллионов автомобилей, ну, по миру. Соответственно, чтобы восстановить отложенный спрос, да, в России он немножко другой, нет такого мешка накопившегося отложенного спроса, но надо не забывать, что мы живем в глобальном мире, и производители будут удовлетворять спрос, прежде всего, на ключевых для себя рынках. Тут, конечно, для дилеров Hyundai и Kia есть плюсы, потому что эти два производителя, ну, как и еще там несколько для России считают для себя приоритетными рынками, но, тем не менее, все равно вот этот мешок мировой он будет давить и, соответственно, так быстро не не смотрим Пенске, все то же самое, с 50 до 100 долларов за последние 5 лет, за 10 лет в 4 раза, то есть, опять же, мы видим, что дилерский бизнес более привлекательный для финансистов, чем бизнес производителей. Sonic, та же самая история, больше, чем 100 процентов роста, вот все, Asbury, кстати, Саша, вот мне чем интересно Asbury было, которое выросло на 130 процентов, а если посмотреть за 10 лет, то получается там вообще более 500 процентов, ты помнишь, что в аналитике, которую делала NIDA, они говорили, что бизнес по продаже американских брендов является более прибыльным, чем бизнес по продаже импортных автомобилей. Да, да, было, было. Так вот, я тебе могу сказать, что Asbury продает 80 процентов портфея, 80 процентов машин, которые они продают, это импортируемые автомобили, и только 20 процентов приходится на на локальные американские бренды. Это довольно интересно, мне стало интересно посмотреть, ну, в чем причина, потому что, ну, если в среднем температура по больнице, NIDA знает, они обмениваются данными, они видят эффективность дилерских центров, поэтому, когда они говорят, что более прибыльно продавать американские бренды, это, к пропаганде это не имеет никакого отношения, это реальные цифры. И тут есть компания, которая, ну, просто против рынка идет. Вот, и я на самом деле думаю, что стоит к ним съездить, потому что, почитав о них побольше, посмотрев их отчеты, полазив по их сайтам, я понимаю, что они из первых 10 компаний точно ушли с точки зрения цифровой трансформации дальше, чем другие. по крайней менее, мне очень нравится интуитивно простой способ покупки у них автомобиля. Я не смог довести это дело до конца, потому что не до конца, конечно, я бы не купил автомобиль, но довести до какой-то совсем продвинутой, потому что там надо было уже предоставлять кредитные рейтинги и так далее. Но очень круто все сделано. Ты знаешь, что интересно по поводу них, если я 90% могу вероятность сказать, что это одна из компаний, которая принципиально приняла решение цифровую трансформацию проводить не с помощью того, чтобы писать себе самим какие-то инструменты, а чтобы привлечь профессионалов с рынка, которые делают продукты для рынка, и не сделала ставку на то, что они сумеют вырастить команду с такими же компетенциями, за счет этого бежит иногда побыстрее, чем другие. При этом эта компания со 112 дилерскими центрами и с годовой выручкой, я могу сейчас ошибаться, то ли 7, то ли 9 миллиардов долларов, которая может позволить себе набрать специалистов и делать инхаус, но они этого не делают, потому что они предпочитают продавать машины и обслуживать машины. Да, делать свой бизнес. Но это для Америки на самом деле такая специфика, потому что мы с тобой видели даже AfterNation, крупнейший игрок, 300 с личными дилерских центров, 20 миллиардов выручки, 22, и то все равно пользуется сторонними решениями. А GroupOne, та же самая история, ну, в общем, элите, тут вообще космос, компания, которая выросла за последние пять лет в два с половиной, почти, даже больше раза, соответственно, и продолжает расти. Там последние изменения, это с учетом последнего снижения за последние полгода, потому что лития прикупила пока еще не очень понятные для рынка дилерские центры, но я думаю, что после того, как они их полностью амологируют, рынок это оценит, и рост ее еще больше будет, потому что здесь на пике рост был в три раза. Независимых игроков взял два, ну, потому что их на самом деле, конечно, больше, но интересно посмотреть на двоих. Есть CarMax, который за последние пять лет вырос не сильно, в полтора раза, но если посмотреть, насколько он вырос за последние десять лет, то он вырос существенно больше, чем дилеры, вот, и учитывая, что CarMax постоянно в своих отчетах пишет о том, что угроза для них основная это Carvana, а не официальные дилеры, я думаю, что вот это именно как раз их история с не таким бурным ростом, это конкуренция как раз с Carvana, которая отжирает рынок, вот, и финансисты в том числе понимают, что отжирает Carvana в том числе и у CarMax, ну, и вот она, наша любимая Carvana, которая выросла с десяти долларов до трехсот и продолжает расти, то есть в тридцать раз, и рынок верит в нее, ну, и, собственно говоря, показатели говорят сами за себя, четыреста тысяч, блин, четыреста тысяч машин в год, люди продают, это для тех, кто говорит, что невозможно продать машину, когда клиент ее там не пощупал, не понюхал, и, опять же, не надо рассказывать, что американцы другие, не отличаются они принципиально, ты помнишь, мы с тобой были, когда в Вегасе, я не помню, в каком это году было, у нас был гид, который в Автонейшене купил машину во Флориде, живет и не отличается, и поехал, ее сам забрал во Флориду, не видя ее физически, помню, простой русский иммигрант, живущий в США, правда, давно, спокойно, совершенно залез, посмотрел описание самого Автонейшена, но самое смешное, что он не помнил название, название, да, он по цвету говорил, розовенькая компания, только потом, когда потято стало ну да, качество связи не радует нас сегодня. Олег, продаж, про которые очень много как угрозу обсуждается в России, вот здесь я, конечно, был сильно удивлен, я взял TrueCar и взял Cars.com, Саш, какие твои ставки, как выросли акции этих компаний? Мне кажется, что они, TrueCar должен стагнировать или падать, Cars.com, скорее всего, если и в плюсе, то очень маленько, но я могу ошибаться. Ну, ты в одном случае прав, TrueCar с 9 вырос до 22 и сейчас торгуется на 4.2, но во втором случае ты не прав. А, тоже падает? Видимо, конкуренты поднимались до 32, падали вообще там до пола, но потом восстановились сейчас в районе 13. Слушай, надо посмотреть еще на каргурус, будет, посмотреть, потому что, может быть, это внутри конкурентная борьба, потому что их там было... Может быть, может быть, но я почти могу это поспорить, что там такая же история. А то есть, другими словами, ты, наверное, говоришь в том числе, что карвана, я не знаю, может быть, карвана в том числе влияет на то, что они каким-то образом... Смотри, здесь влияние, я думаю, идет не только со стороны карвана, здесь усилившаяся работа крупных дилерских холдингов в интернете, все запускают у себя на сайтах продажи, тащат трафик к себе напрямую и работают над этим. и здесь как раз некий позитивчик для дилеров про то, что если вы идете хотя бы с рынком, то вы лучше, чем другие, а если вы идете впереди рынка, как идет карвана, то вы существенно лучше, чем другие. Успел посмотреть каргурус, он находится, если сначала брать, на том периоде, на котором ты есть, он скорее стагнирует, плюс-минус 3%, ну ты минус 3% идет, поэтому тоже действительно не в таком плюсе, как розница, не в таком плюсе, как карвана, извини, я месяца полтора смотрел отчеты все, подробно изучал всю эту историю, у меня вывод один, есть новые игроки, которые дают потребителю опыт, которого у него не было, но при этом ты правильно сказал, что у карваны существенная часть бизнеса это их логистика, это оффлайн, это то, что говорит Дэн все время, это компания FreshAuto, что для потребителя ценно не объявление посмотреть просто, да, или не на агрегатор зайти, а получить новый опыт, поэтому я думаю, что не зря там и оба наших крупнейших классифайда, не знаю про Дром, но я думаю, что и Авито Авто и Автору смотрят на то, как им трансформироваться, чтобы свое место на рынке, которое они застолбили, не потерять, а может быть даже нарасти. Посмотрим, будет интересно, потому что будут другие проекты появляться, но самое важное, что бы я хотел дилерам сказать, не слушайте тех, кто говорит о том, что вы умрете. Вы умрете в том случае, если вы будете сидеть, ничего не делать, на попе ровно. Если вы будете активно меняться, если вы будете давать возможность клиенту быть счастливым, то ваше место все равно на рынке будет. никуда пока, нет альтернативы этой модели пока. Возможно, что появится через какое-то время, но там тоже производители с прямыми продажами возможно будут тестировать, но пока у них это не у нее еще получается и когда получится тоже еще непонятно. Поэтому про долгосрочную перспективу говорить не буду, но в среднесрочной перспективе все те, кто кричат, что дилеры помрут, могут пойти спокойно попить чайку. Слушай, я поддержу, я знаешь, что еще добавлю, я не знаю, насколько это соответствует твоим представлениям. Кажется, что растут традиционного авторитейла крупнейших игроков оценки, в том числе за счет того, что они более готовые, не обладают теми компетенциями и может они гораздо менее, они гораздо более инертные и менее динамичные, но что важно, рынок понимает, что мелкие совсем, то есть выживут и будут себя чувствовать хорошо либо совсем мелкие игроки типа Брайана Бенстека с его группой, которую он может управлять и так быстро менять, либо преимущество получают крупные игроки и в пользу них будет производиться перераспределение объемов, и это в том числе фактор, который говорит о том, что компетенции и изменения в себе производить надо будет, именно те, кто готов меняться среди традиционных авторитейлеров в наибольшей амплитуде, именно они имеют возможность и преимущество быть более инвесопривлекательными. Не знаю, насколько соответствует твое мнение. Слушай, смотри, здесь какая история, семь лет назад, даже больше, лет десять назад, я начал говорить именно эту мысль, но теперь я немного пересмотрел эту историю. Знаешь, почему? Когда семь лет, там, десять лет назад, семь лет назад, пять лет назад я это говорил, три года даже назад я это говорил, я понимал, что разрыв между возможностью технологического развития больших и средних, он глобален. маленькие всегда будут выигрывать за счет кастомизированного сервиса, который никогда не сможет дать большая компания с формализованными бизнес-процессами, ну это просто физически невозможно, там может быть отлажен хороший сервис, но он все равно будет проигрывать кастомизированному сервису маленькой компании. Но я реально считал, что средние компании просто вымрут и уйдут с рынка. Сейчас я думаю, что не все средние компании уйдут с рынка знаешь по какой причине? Потому что доступность IT-инструментов стала существенно выше. Сейчас не надо тратиться на IT-компании, потому что я помню, когда я в 2012 году купил в Зеленограде бизнес и встал вопрос замены ДМСки, но это беда просто, потому что на рынке было три решения, которые максимум использовались. Они все три мне не подходили. Я в итоге договорился с автоспидцентром, купил их решение, потому что я на протяжении пяти лет до этого участвовал не только пользователем, я толкал это решение с точки зрения разработки. И был в рабочих группах, где смотрели, что делать, что не делать. Я понимал, что это решение как раз подходит. Но это решение, которое на самом деле может быть и не очень правильное, потому что ты начинаешь зависеть от одного игрока. Но другого выхода вообще не было. А каких-то фичек на это накрутить вообще невозможно. это двенадцатый год. А если мы берем сейчас, то соответственно у тебя выбор довольно большой, тебе не надо содержать собственную команду айтишников, которые тебе будут дорабатывать всю эту историю бесконечно. Ты можешь просто, более того, не понравился тебе Саша Усольцев с Димой Савченко. А это часто бывает. Он сидит рядом, меня спрашивают кому я улыбаюсь. Гиль, привет. Он реально не всем нравится. не понравился тебе Саша с Димой с их продуктом. У них есть конкурент, к которому пойди попробуй. хотя не надо уходить. Дима классный парень. Хотя иногда на сутки опаздывает на встречу. Дим, я тебе этого никогда не забуду. Он сидит, грустит, почти ревет, поверь. Не, ну, ты понимаешь, он же еще повторил эту историю. Он же обещал приехать ко мне и восстановить мне домашний кинотеатр. А потом, когда я позвоню, ну, говорю, ну, что, ты приезжаешь? Он говорит, слушай, так а что, завтра же конференция, я завтра в онлайне выйду. Я говорю, так подожди, а домашний кинотеатр? Ай, блин, забыл. А это резину он у тебя купил, которую обещал? Нет, а выяснилось, что у него другая размерность через полгода. Нормально. Нет, ну, продукт-то классный. Ну, короче, сори зрителей, что мы тут на свое отвлеклись. Вот, но то есть сейчас есть возможность быстро имплементировать коробочные решения, и, соответственно, те средние компании, которые будут вот такими гибкими достаточно для того, чтобы смотреть, что нужно внедрить, может быть, от чего-то отказаться, они тоже имеют право на жизнь. Я их просто не смотрел, потому что по ним информации публичные нет, вот, а какие-то отдельные данные я находил в американском сегменте, но доверять их на 100% невозможно. Слушай, я думаю, что классным выводом будет, таким завершающим, я не знаю, как ты поддержишь или нет, что действительно доступны технологии, действительно доступна информация о них, действительно среднестатистический дилер США, и вообще рынок США может быть не так круто отличается, может быть и не отличается совсем, что на самом деле говорит только об одном, что если дилер готов взять на себя бремя лидерства по изменениям процессов, то прибыль неизбежна. Ну да, согласен, кстати, а можем мы это анонсировать, правда, не завтра, не послезавтра будет то, что мы вчера с тобой обсуждали по поводу Digital Day. Да, я думаю, что можем анонсировать в конце первого квартала следующего года. Ну, даже, наверное, нет, в начале, в апреле, скорее всего. В апреле, да, в апреле мы проводили такое классное мероприятие три раза или четыре до пандемии, которое называлось... Три раза было два для дилеров, одно для производителей, соответственно, в апреле следующего года сделаем еще раз Digital Speed Dating, где это встреча быстрых свиданий между эти компаниями и дилерами. Дилер имеет возможность посмотреть, собрав свою команду в течение дня огромное количество решений, причем, поскольку временной формат очень сильно ограничен, то, соответственно, ребята из IT-компаний, ну, и я теперь уже на этой стороне, готовятся тщательно, чтобы уложиться в отведенное им время, вот по опыту предыдущих трех мероприятий, ну, отзывы были все позитивные, то есть, там негативных отзывов не было вообще, были нейтральные, но там просто от компаний, которые пришли вдвоем, то есть, те компании, которые реально подготовились и пришли вот прямо всеми, кто принимает решения, они прямо были мега довольны. Да, концентрированная польза от носителей всех ценностей в IT-продуктах, то есть, тот, кто носитель ценностей и носитель ценностей о продукте приходит и за очень концентрированное, вот за очень короткое время дает концентрированную набор информации именно о ценностях кейсов применения, а дилер имеет возможность быстро отсмотреть прям набор. Очень круто, да. Мы проведем это время, совместно будет классно. Вот, плюс, соответственно, у нас в ноябре не забываем «Черная пятница», и, соответственно, у дилеров есть возможность ну, там будет «Черная пятница» недельная. Вот, соответственно, посмотреть на то, что в одном месте мы соберем предложение от разных игроков этого рынка. Ну, и, конечно, не забываем, что у нас «Дилерап» в начале декабря, где тоже будет пару блоков специализированных по сравнению, по дискуссии о этих решениях. В том числе будет история с, ну, мы точно уже знаем, что будет дискуссия по эти решениям, которые аукционные подвигают темы. Догадайтесь, почему. Ну, соответственно, сейчас ведем переговоры с другими IT-компаниями, хотим тоже сделать типа, типа там, ну, может быть, не баттлы, но такого живого разговора по конкурирующим продуктам. Очень надеюсь, что трейдилеры «Кодекс» поддержат эту идею, вот, с учетом того, что ребята очень любят друг друга потроллить. Я даю вам возможность сделать это вообще просто бомбически. Ну, на этом, Саш, тебе спасибо большое. Спасибо за время, спасибо за возможность. Дим, тебе тоже спасибо за то, что ты появил этот результат. Ты как фигра там, фигра здесь. Ну, ты просто пришел на встречу, ждет, сидит. А, я понял. Вот, соответственно, всем, 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 кто был, спасибо, не забываем про сертификацию автомаркетологов. Вот, всем классного продолжения дня, счастливо. Меня выключили. Меня выключили. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Это мир Авито, где я продаю эффективно. Ведь каждый день здесь ищет авто более трех миллионов пользователей по всей стране. Продвигая объявления, изучая аналитику, регулируя цены, и все это на едином сервисе. Откройте все возможности Авито для ваших бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok